Добрый вечер! Как меня слышно? Ставьте плюсики. Как меня слышно? Видно, ставим плюсики. Быстренько, быстренько, ребята. Время, деньги. Я вас рада всех приветствовать. Салют! Добрый вечер! Смотрите, сегодня 21 человек уже. Как говорится, естественный отбор, его никуда не денешь. Я рада вас приветствовать. Решила сегодня взять вступительное слово. Во-первых, похвалить всех, кто очень бодро взялся за дело и уже выполнил задание свое. Молодцы! То есть вам нужно было что сделать, ребята? Прислать. Сейчас видео отключу, подождите. Так, сейчас должно быть все хорошо. Даже у кого висла, у кого не висла, буду без видео говорить. Ребята, это было супер просто написать историю. Спасибо всем, кто уже сделал. Остальные быстренько подтягивайтесь. Заметьте, что истории появились в разделе ГУР на первой страничке. Кто заметил, кому понравилось. Чтобы вы могли познакомиться, посмотреть друг на друга в лицо, чтобы знали, кто с кем в команде. Да, очень интересно. Я сейчас доделаю. Мы просто уходили на арбузную вечеринку. Сейчас только вернулись. Пока будет Михаил вести вам семинар, я закончу. Ребята, задание нужно выполнять быстро. Объясняю тому. Дело в том, что если я проверяю задание, а вы по одному тянетесь, мне это, конечно, не очень удобно. Мне лучше съесть и кучу выполнить свою работу, загрузить отчеты на сайт, чтобы вы видели все, и дальше работать спокойно. Пожалуйста, не растягивайте на много дней. Задания все очень легкие и простые. Согласны? Нужно было написать о себе немножко, прислать мне фотку на электронную почту, создать аккаунт Google и создать несколько страничек в разных социальных сетях и начать их наполнять. Все. Это элементарно. У многих уже странички были созданы. Может быть, только какие-то нужно было доделать. Ребята, молодцы. Я надеюсь, что вы разберетесь и стартанете классно и бодро все вместе. Я сейчас на сайт загрузила видео по бренду, по брендированию себя. Поэтому после семинара у вас будет возможность посмотреть, кто днем не смог присутствовать на вебинаре. Какие вопросы? Спрашивайте. Уже Михаил рвется в бой. Давайте вам информацию новую. Привет всем, кто подтягивается. Вопросы, ребят. Кто-то, может, кто-то не понял, потому что писали сегодня вопросы в чате. Я на них отвечала. Молодцы, что спрашиваете. Но прежде всего постарайтесь два раза внимательно прочитать задание. Потому что, в принципе, в задании все написано. Истории не нашла. Зайди на первую страничку гуры, чуть-чуть вниз промотай. И там все увидишь. Ребят, ну если будут вопросы, то в конце отвечу. Передаю микрофон нашему сегодняшнему спикеру Михаилу. Он сам объявит свою тему. И речаем аплодисментами. Приветствую, друзья. Всем доброго вечера. Так, вижу, что меня слышно-видно. Если будут неполадки с видеопотоком, то скажите, я тоже отключу. Пока начнем с видео. Так комфортнее будет вам. Ну и мне представиться перед вами. Сегодня у нас будет важная тема. Создание и начало ведения аккаунта на сервере YouTube. Да, смотрели в глаза. Надеюсь, кто не создал для себя аккаунт в сервере Google. Сегодня посмотрел мое видео и создал. И сейчас уже будет работать, возможно, в прямом эфире, повторяя за нами действия. А кто не сделал, смотрите запись и быстренько делать. Итак, для чего нам нужен канал YouTube? Это продолжение сегодняшнего семинара Лилии Донсковой про брендирование себя. Посредством канала YouTube, посредством своих видео, своих презентаций, своих хвалюшек с заказами, своих, ну, всеразличных семинаров, тренингов, все, что связано с вами, с Reflame, посредством этих видео люди будут узнавать о вашей деятельности. Со временем масса людей, подписчиков будет возрастать, и, соответственно, о вас узнает больше народу. В этом году, будучи на Мегафоруме и на банкете директоров, очень большое количество людей к нам подходили, особенно к Лилии, благодарили ее за видео, за видеообзоры новинок, за семинары видео по уходу за собой, за волосами, за кожей и всему тому подобное. Многие просили сфотографироваться, то есть люди, которых мы не знаем, нас уже знают. Очень приятно это слышать, наблюдать, люди подходят с нами, советуются, как в такой ситуации поступить, как в такой, как мужа с работы вытащить к нам в бизнес. Да, очень неожиданно и невероятно, насколько приятно. И все благодаря именно брендированию, благодаря в большей степени каналу на ютубе. Итак, сегодня мы начнем, создадим канал на ютубе, немного оформим его и научимся заливать видео. Пока не свои, свои мы еще не умеем делать, урок с Камтазией у нас будет чуть позднее, поэтому сегодня рассмотрим два варианта, как залить видео на ютуб. Итак, я перехожу к демонстрации экрана. Все видят экран? Отлично. Итак, переходим на сайт Google, нажимаем на кнопку «Войти в сервис Google». Сегодня мы уже создали учетную запись, в видео можете это посмотреть, и я под ней сейчас буду вам показывать. Итак, мы вошли в нашу учетную запись Google в целом, нажимаем на кнопочку из 9 квадратиков, такой вот квадратик, кубик-рубик, нажимаем на него и выбираем значок YouTube. Пока грузится, я посмотрю, что у вас в чате, пока вопросов никаких. Хорошо. Итак, мы открыли YouTube, и сверху слева будет в колонке, главное, под ней мой канал. Нажимаем на мой канал. То есть, априори, у нас канал YouTube создается вместе с профилем, с аккаунтом на Google. Так же, как и Google AdWords, Google Диск, почта Gmail и все различные сервисы Google автоматически создаются. Итак, предлагает войти под нашим именем, создаем новый канал. Вот, видите, канал у нас создан. Ни одного видео, ноль подписчиков, сверху отображается у нас количество подписчиков. И сейчас нам необходимо его настроить. Сегодня мы займемся добавлением тегов к видео. Расскажу, для чего они нужны чуть позже. И поставим свой логотип на видео. Итак, выбираем менеджер видео. Кнопка у нас сверху есть. При нажатии на кнопку менеджер видео у вас откроются все ваши видео. Если у вас действующий аккаунт, у нас видео нету. Мы только что создали аккаунт. Нажимаем кнопку слева в панели канал. Настройки здесь по умолчанию нам трогать пока не нужно. Нас интересует следующая строка, загрузка видео. Итак, у нас открылось меню загрузка видео. По умолчанию выставляем конфиденциальность, открытый доступ. То есть, при загрузке видео вы в дальнейшем не будете постоянно изменять данные, вбивать теги. Вот какие мы сейчас параметры для видео сделаем, такие будут по умолчанию у нас. Очень удобно и очень сильно экономит, заметно экономит наше время. Выбираем открытый доступ. То есть, все наши загруженные видео будут видны абсолютно всем. Если видео идет конкретно, допустим, ваша планерка с вашей командой, данное видео всем не обязательно показывать. Поэтому вы при загрузке его выберете доступ по ссылке, чтобы видели люди только те, у кого есть ссылка. Но по умолчанию ставим открытый доступ. Следующая строка – категория. Категорию выбираем из всего вышеперечисленного. По умолчанию тоже ставим люди и блоги. То есть, мы брендируем себя и рассказываем о каких-либо там, о рефлейме, о продукции. Лучше всего поставить люди и блоги. Лицензию не трогаем. Название видео тоже мы не трогаем. Каждое название у нас будет уникальное. Описание тоже самое. И вот как раз у нас самая важная, самая тема, которая у нас будет забирать, отвлекать, потреблять много времени при загрузке каждого видео. Это теги. Что такое теги? Теги – это слова, которые будут у вас прикреплены к видео, которое вы напишите, по которым в поисковике человек сможет найти ваше видео. То есть, не добавляя теги, человек сможет найти ваше видео только по названию и описанию, если оно у вас будет. Допустим, вы выкладываете видео «Новинки 12 каталога». Название так называется «Новинки 12 каталога». В описании ничего не пишете. То есть, вариантов найти ваше видео у человека будет три. «Новинки», цифра 12, слово «каталога». Когда человек вобьет в поиски в YouTube слово «Новинки», возможно, где-нибудь далеко или высоко появится ваше видео. И чтобы увеличить возможность, вероятность того, что человек найдет ваше видео при запросе, нам как раз необходимы данные теги. В тегах мы можем указывать свою фамилию, имя. Если тема касается Арифлейм, то Арифлейм, красота, здоровье, велнос, витамины, дети. То есть, набор таких слов, которые относятся именно к Арифлейму. К работе, работа на дому, дополнительный заработок, зарплата, скидки, бонусы, премии, доллары, президент, бриллиантовый, золотой. И так далее. Чтобы по различным словам можно было найти ваше видео. Вероятность того, что ваше видео посмотрит больше людей, в разы возрастет. Для этого нам нужны теги. Почему их сюда мы вписываем? Потому что к каждому видео, допустим, мы сейчас наберем стандартный набор, там 20-30 слов мы сюда впишем через запятую. Извиняюсь на английском. Также можно Арифлейм по-русски, писать по-английски. Обязательно через запятую. Данный набор слов у нас будет автоматически прикреплен к каждому видео. Сами представьте, насколько удобно будет вам при загрузке каждого видео не вбивать эти 20-30 слов. Если не будет необходимость, то вы вобьете там максимум десяток еще дополнительных, более конкретных к вашему видео слов. Так, вопросов никаких, продолжаем. Остальное оставляем по умолчанию, комментарии разрешаем всем просматривать рейтинг. То есть количество просмотров, статистику, лайки или кому не понравилось, тоже разрешаем всем. Ничего здесь такого нет. И все. Важно сохранить. Сверху у вас будет кнопка сохранить. Практически везде в ютубе, при загрузке видео, при каких-либо изменениях, при редактировании, при добавлении аннотации к видео. Кнопка сохранить везде вверху. Обязательно сохраняйте. Хотя, если вы не сохраните и захотите уйти с данной страницы, не сохранив изменения, Google переспросит вас, вы точно хотите уйти и покинуть данную страницу или же останетесь. То есть будет намекать на то, что у вас есть несохраненные данные. Вопросы по тегам есть? Ну, я думаю, что да, что здесь ничего сложного нет. Чем больше вы напишете тегов, тем больше вероятность того, что ваше видео больше людей просмотрят. Можно к видео о новинках вписать там банкет директоров, мега-форум. Люди, искавшие мега-форум, вбивающие в поиск, наткнутся на ваше видео. Если им интересно будет, они посмотрят, подпишутся на ваш канал, и тем самым ваша аудитория будет возрастать. А вас узнают сотни, тысячи, десятки тысяч и в дальнейшем миллионы людей. Все правильно, запятые пропадают в тегах. А при самой загрузке видео мы с вами увидим уже теги в небольших квадратиках таких, где уже редактировать, скопировать, вставить мы не сможем. Нет, решетка не нужна. Это не хэштег, это теги. Не путать хэштегами. Александр правильно подметил. Итак, продолжим. Вот мы сохраняем. Вот у нас четыре слова здесь есть. Нажимаем сохранить. Мы эти четыре слова увидим дальше при загрузке видео. Как вы видите, запятые все исчезли. У Олеси все правильно было сделано. Следующий шаг. Фирменный стиль. Чуть ниже, через строчку слева, в столбце выбираем фирменный стиль. И здесь необходимо будет нам добавить логотип канала. Тот самый логотип, та картинка, наша фотография, которая будет показываться всегда на видео в нижнем правом углу. Человек, может быть, чисто случайно на вас наткнется, на ваше видео, и все равно будет знать, там, возможно, будет логотип, слово какое-нибудь, или ваша фотография. Давайте сделаем сейчас логотип для данного канала. Вот вы видите, что здесь рекомендуется вставлять фотографию, изображение без фона. Как это делать, я расскажу более поздно, более позже. Сейчас мы просто добавим обычную фотографию. Здесь рекомендуется, но не запрещается обычную фотографию. Ограничение по размеру 1 мегабайт. То есть фотография должна быть маленькая, или ее изначально нужно было в Paint, в любом фоторедакторе уменьшить. Итак, выбираем файл. Я выберу фотографию с нашего банкета директоров. Сейчас покажу, как редактировать быстро фотографию в Paint, для того, чтобы уменьшить ее, чтобы она у нас прошла по требуемым параметрам. Так, банкет директоров. Сейчас не там еще. У меня есть фотографии уже готовые, отвечающие всем условиям. Но сейчас мы с вами сделаем фотографию, которая изначально не подходит, потому что размер ее большая. Мы ее немного уменьшим. Я знаю, что это вот данная фотография. Поэтому я сразу смело на нее щелкаю. Выбираем, нажимаем правой кнопкой мыши по данной фотографии и выбираем открыть с помощью Paint. У нас открылась фотография. Видите, что она огромных размеров. В Paint будет кнопка «Изменить размер». И меняем ее размер. Допустим, в два раза уменьшаем. Будет она таких размеров. Можно вырезать одно лицо, можно на фоне буквы «О» Арифлеем. Но мы пока вот так вот сделаем. И нажимаем «Сохранить». Можно «Сохранить как» или «Сохранить». У меня фотография дублированная, поэтому я сохраняю ее сразу. Все, закрываю. И эта фотография, смотрим, размер ее уже меньше мегабайта. Был полтора мегабайта. Сейчас полмегабайта. Нас устраивает. Нажимаем «Открыть». Здесь выбрали фотографию и нажимаем «Сохранить». Все, загруженный логотип. Вот наш будет логотип. Вот такой вот. Сохраняем. Вот так он будет выглядеть на видео. Так, сейчас я почитаю вопросы. Логотип можно использовать. Мы все работаем в нашем проекте. Это общий проект. Тем самым вы будете помимо брендирования себя, брендировать, показывать, рассказывать еще и о нашем проекте «Карьера собака онлайн». «Карьера онлайн». И здесь у вас будет значок. Кому необходим будет логотип нашего проекта, я вышлю. Я уже скидывался, но могу продублировать еще. Итак, все, у нас настройки все сохранены. Логотип у нас будет отображен. Для начала этого достаточно. То есть, настройка канала загрузки видео. Установка логотипа. И теперь мы переходим к загрузке видео. Возвращаемся к менеджеру видео. Даже не к видео. Вариантов загрузки видео сейчас два. Пока о загрузке своего личного видео мы не говорим, потому что мы не умеем пользоваться еще Camtasia. Итак, находим канал. Допустим, вот Донского Лилия. Нам понравилось у нее видео. Пропустил. Вот мы нашли ее канал. Можете подписаться на ее канал. Кто не подписан. И будете узнавать о загрузке новых видео сразу у себя. Вот здесь вот сверху у вас есть колокольчик. Уведомление. Когда кто-то из ваших подписчиков, точнее на кого вы подписались, загружают новые видео, отображается или здесь, или здесь вот у вас где подписки. Будет Лилия Донского. Циферка. Один. Одно видео. Два. Два видео. Допустим, Нам понравилось видео новинки каталога Арифлейм номер 12. И мы хотим это видео добавить к себе на канал. Варианты добавки видео к себе на канал два. Первый, самый простой, это добавить к себе, нажать вот на эту кнопку. Добавить. Нажимаем ее. Все, мы добавили к себе. Здесь возможно создать плейлисты. У нас их нету. Пока это нам неинтересно. Добавили к себе. Возвращаемся к нам на канал. Откроем его сейчас правой кнопкой в новой вкладке. Так, сейчас. А, ну, каналы у нас плейлисты не созданы. Создадим, например, плейлист Арифлейм. Все, что будет посвящено Арифлейм. Или новинки. Новинки каталогов. Нажимаем создать. И видео у нас появилось менюшка добавлено в плейлист новинки каталогов. Теперь возвращаемся к нашему менеджеру видео. Обновляем. Сейчас. Плейлисты. Вот он. В плейлистах у нас только что созданный плейлист новинки каталогов. И здесь у нас видео, которое мы добавили от Лилии Донсковой. Этот способ добавления очень быстрый, удобный. Но в случае удаления данной видеозаписи автором у вас видео тоже станет недоступным. Вот Марина пишет как раз скачивает видео. Да, этим способом мы тоже активно пользуемся. Он подольше, но зато надежно. Данное видео независимо уже от авторов, от их желания или же возможно бывают блокировки и аккаунтов на Ютубе, данное видео у вас всегда останется. Итак, как мы его скачиваем? Помимо программ, которые устанавливаются в браузер в качестве приложений, расширений и позволяющих скачивать нам видео, мы сейчас рассмотрим без дополнительных программ. вариант. Мы копируем строчку с видео сверху, выбираем копировать и есть такая, есть такой сайт, чтобы его найти, просто в поисковике пишем скачать Ютуб и он самый первый в поиске у вас появится. вот этот rule save from мы пользуемся им данным сайтом скачать Ютуб видео бесплатно. Открываем сайт проверенный можете не бояться и сюда в данное поле где написано просто вставьте ссылку мы вставляем ссылку нашего видео новинок 12 каталога и нажимаем кнопку поиска. Сейчас у нас происходит поиск видео вот видео нашлось предлагает выбрать вариант качества скачиваем конечно же в самом лучшем качестве какое возможно для данного видео нажали скачать все у нас загрузка пошла вот у нас образилось что новинки каталога качаются и так допустим новинки каталога у нас скачались не будем ждать сейчас пока они скачаются наши новинки мы будем считать что они у нас загрузились и мы переходим к загрузке данного видео к себе на канал уже со своего компьютера возвращаемся к нашему каналу сверху справа есть кнопка добавить видео нажимаем на нее появляется такое окошко можно выбрать файлы для загрузки отсюда нажать и выбираем отсюда файлы для загрузки можно самому в папке найти я пользуюсь Total Commander и допустим первое попавшееся видео официальный танец для Reflame я просто его перетаскиваю в Chrome и кидаю его в поле для загрузки видите загрузка у нас пошла и обратите внимание вот на это поле с тегами 4 слова которые мы вбили с вами то есть мы экономим наше время уже загрузка у нас идет здесь мы уже можем ничего не изменять по умолчанию мы эти настройки выставили с вами самым первым делом в настройках загрузки видео то есть в дальнейшем в расширенные настройки нам сюда лезть не нужно основная информация только изменить если необходимо название видео добавить описание описание также желательно не обязательно но желательно по описанию также люди могут вас найти ну и желательно расписать побольше можно добавить присоединяйтесь к нашему успешному проекту и становитесь каждым днем еще лучше и лучше и ссылку на свой блог или на свою на свой аккаунт в соцсетях основной чтобы в случае заинтересованности людьми они не в комментариях вам писали а напрямую вышли на вас в соцсетях и вот видите видео у нас загрузилось написано обработка завершена а чуть ниже у нас предлагает ютуб выбрать значок видео то есть та картинка которая у нас будет отображаться у видео так как у нас официальный танец и вот выберем здесь где поют танцуют вот эту картинку можно выбрать другие соответственно здесь сейчас изменится картинка вот видите пускай оставим такую нажимаем кнопку опубликовать опять же если у вас видео связано с Reflame если у вас есть видео допустим домашние какие-нибудь есть видео с Reflame есть видео еще на какую-либо тематику эти видео все можно отсортировать использованием плейлистов только что мы с вами создали плейлист новинки каталогов загрузили танец Reflame официальный танец Wellness Reflame давайте создадим новый плейлист в котором будет у нас видео посвященное Reflame создаем новый лист нажали на кнопку и вписываем Reflame нажимаем создать и все галочка у нас автоматически ставится что Reflame мы нажимаем любое поле кроме этого меню у нас данное видео будет помещено в плейлист Reflame нажимаем опубликовать все наше видео готово вот ссылка на наше видео можно взять отсюда можно вернуться к менеджеру видео нажав кнопку менеджера видео вот оно наше видео нажимаем на него можно взять ссылку отсюда как вам будет удобно сейчас посмотрю что вы пишете ого сколько написали до Ольга можно дописать буквы S 2S как доллар перед в адресной строке перед самим названием но данный сайт через который мы сейчас с вами скачивали позволяет скачивать видео не только с YouTube но и с различных других видеоресурсов допустим с ВКонтакте видео не все с YouTube еще со своих внутренних серверов поэтому тот сервис позволяет нам скачать с других видеопорталов также видео да мы в каждом видео добавляем фразу призыв присоединения к нашей команде адрес нашего блога как это выглядит уже в нашем текущем аккаунте сейчас покажу то есть сейчас покажу я вам действующий аккаунт открыли YouTube выбираем мой канал вот здесь вы видите слева в столбце на кого подписана Лилия и сколько новых видео у них не просмотренных еще появилось циферки вот эти это новые видео людей которых которые мы еще не видели сверху отображается количество подписчиков на текущий момент количество просмотров просмотра и вся аналитика вся статистическая информация в ютубе идет с задержкой 2-3 дня то есть сегодня цифры были посчитаны соответственно за 25 или за 26 число кому интересно можете открыть менеджер видео слева youtube analytics и здесь будет очень подробная аналитика по всевозможным цифрам показателям работы вашего канала кто посмотрел с каких стран посмотрели пол национальность откуда перешли каким образом на ваш сайт на ваше видео допустим вот сейчас посмотрим лилин аккаунт в каких странах просматривают всего 40 стран перечислять их не буду но здесь такие страны как Италия Египет Марокко Чехия Норвегия Нидерланды Саудовская Аравия Канада то есть Мексика Англия Ирландия короче 40 стран на картинках отображено цветом где более активно просматривают ну соответственно Россия и вариантов получения статистики здесь больше чем даже нужно итак открываем видео сейчас я покажу допустим сегодня вчера загрузили новинки каталога Арифлэм нажимаем изменить вот сколько у нас тегов вбито к данному видео из них было автоматически вбито вот уже вот такое количество то есть стандартные теги остальные я уже добавил исходя из видео про что Лиля рассказывает о чем идет речь я сюда эти слова уже добавил вот в описании видим присоединяйтесь к нашему активно развивающимся интернет проекту и становитесь с каждым днем еще успешнее и красивее адрес блога и еще раз дублируем название новинки каталога Арифлэм номер 12 от Донской Лилии описание у нас неограничено можем писать много а вот название видео оно ограничено примерно шириной вот как раз данного поля будет ругаться картинку можно выбрать как предлагаемую ютубом так и загрузить свою вот эту я загрузил сам Лилии здесь красивее друзья какие вопросы у вас на текущий момент еще остались так сейчас я почитаю еще так покажи как оформить канал красиво и ссылку на свой блок вставить канал ты имеешь ввиду сверху оформление оформление сейчас покажу про что идет Лиля говорит вам ну вот при переходе на ваш канал люди допустим на Лилин канал картинка будет вот такая путешествия морская тема горы здесь картинку вы можете загрузить сами любую так а вот где это сделать сейчас даже не вспомню давайте время сейчас терять не буду я запишу еще видео вот ну вот сверху уже редактировать кран мы сейчас открыли Да, все правильно Лиля подсказывает Переходим на свой канал Выбираем мой канал У вас открывается главная страница И где ваша фотография Есть кнопка добавить оформление канала Или же сверху в правом углу карандашик Нажимаем добавить оформление канала Сюда перетаскиваем или открываем фотографию Которая будет у вас отображаться на главной странице вашего канала Можете как свою фотографию сюда Какую-нибудь, чтобы она была подобных размеров Подогнать или природу Или стандартных выбрать Да, все правильно Итак, друзья, в дальнейшем по ютубу у нас предстоит еще активная работа Много полезных фишек в нем есть Таких как, допустим, аннотации Когда при просмотре видео У человека будут всплывать надписи Предлагающие посмотреть другие видео Допустим, смотрит человек новинки 12 каталога У него всплывает надпись И узнай, как купить данную продукцию со скидкой 20% Уже с 13 каталога 20% И данная надпись будет вести на презентацию нашего интернет-проекта И человек автоматически нажимает Заинтересовавшись на поле Узнать, как купить продукцию со скидкой 20% Он попадает у нас на нашу презентацию На запись презентации Или же поле Новинки предыдущего 11 каталога И у него открывается уже видео с новинками 11 каталога По аннотациям у меня видео записано Но я расскажу вам еще чуть позже Видео скину И по сегодняшним фишкам По добавлению тегов По настройке своего канала По основным пунктам Я запишу еще коротенькое видео По которому вы сможете посмотреть И сориентироваться У кого не получилось сегодня Кто не запомнил Друзья, YouTube очень мощная вещь Благодаря нему можно хорошо рассказать о себе О нашей продукции О нашей деятельности И всем рекомендую выкладывать Все свои покупки Заказы Мероприятия совместные Где вы проводите у себя В офисе В сервисном центре Где бываете Как Марина Лосицкая Правильно поступает Она скачивает У более крупных лидеров Видео Добавляет к себе на канал Друзья, вопросы на текущий момент Какие-нибудь есть у вас? Вопросов нет Хорошо В дальнейшем мы разберемся Как редактировать Как создавать запись экрана Как редактировать данные записи экрана Как редактировать свои снятые видео С помощью программы Камтази Мы пользуемся только Камтази Ее функционал на текущий момент Нас устраивает Задания, конечно, будут Да, Лиля рвется Вот озвучить задание Она в учителя играет Так, домашнее задание, ребят Вы, конечно же, его увидите на сайте Чуть попозже я активирую кнопочку Второй день И задание, естественно, соответствующее нашей теме Это создать свой канал YouTube Оформить его красиво Создать плейлисты Подготовить теги, загрузить То есть все, чему вас Миша сегодня учил Просто нужно сделать А мы сейчас видео обработаем И вам его туда тоже подгрузим Можно будет пересмотреть Надеюсь, видео хорошее получится Миша, все по заданиям? По заданиям все И необходимо будет скинуть ссылку На свой канал для просмотра Для проверки Критики Хвальбе Все правильно сделано Все красиво Что нужно доработать И чтобы у вас в этом канале Уже было какое-то загруженное Ваше или чужое видео Допустим, сейчас у нас активно Идут видео Снимаются с мероприятия Золотой конференции в Валенсии Можно создать отдельный плейлист Арифлейм Валенсия 2015 И накидать туда видео с Валенсии Наиболее такие зрелищные, информативные Да, будет очень круто А лучше учитесь уже сами записывать видео Ну что, все, ребята, пускаем Это уже 9 Да Спасибо за то, что сегодня были с нами Спасибо за то, что вы вкладываете в себя время Учитесь Потому что только когда вы расширяетесь Вы получаете большие возможности Спасибо огромное До новых встреч Пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому